МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале ВИДНОЕ ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Конкурс детского рисунка организовали одновременно в Ленинском городском округе и Луганской народной республике. Многие ожидали от луганских рисунков увидеть, наверное, бомбежку, войну. А дети рисуют мир, космос, дом, родные, мирные города. На трассе в деревне Горки состоялся шестой этап открытого чемпионата Ленинского городского округа гонок на выживание. Будем пробовать и биться до конца. Едем на всю железку и никак по-другому. В центральном парке города ВИДНОЕ прошла выставка животных из приютов «Хочу домой». И это большой шанс для животных, бездомных найти дом. Подведены итоги конкурса патриотического рисунка, который получил название «С чего начинается Родина». Уникальность его в том, что творческое состязание одновременно проходило в Ленинском городском округе и Луганской народной республике. Работы, ставшие призерами и победителями, уже направлены в Луганскую народную республику для участия в выставке. Зал ВИДНОВСКОЙ ДЕТСКОЛЫ ИСКУСТВ с трудом вмещал тех, кто сегодня пришел получить заслуженную награду. В конкурсе патриотического рисунка под названием «С чего начинается Родина» приняли участие 400 юных жителей Ленинского городского округа. О конкурсе меня повестил мой классный руководитель, чему я очень сильно ему благодарна. И решила принять участие, конечно же, из-за того, что очень сильно люблю свою Родину, являюсь патриотом и хочу как-либо помочь своей деятельностью. Одновременно творческий конкурс проходил в Луганской народной республике. Работы победителей выставлены в фойе Дэшии. Там в нем приняли участие тоже порядка 400 ребят. Комиссии, в которые вошли профессиональные художники, представители администрации Ленинского округа и благотворительного фонда «Ратибор» пришлось нелегко. Работа по переработке, по обработке этих работ заняла порядка двух месяцев. Было объемный такой масштабный проект, много было людей вывлечено. Конечно, собрать эти все работы и отправить, и довезти, и транспортировать, и организовать выставку там. Одним из тех, кто вручал награды победителям Ленинского округа, был депутат Совета депутатов Павел Русаков. Он недавно побывал в зоне СВО, помогая доставлять гуманитарный груз и не понаслышке знает цену детским рисункам. Патриотический рисунок – это же не просто творчество, да, с сегодняшнего дня. Это творчество, в первую очередь, пропитанное любовью к родине. И, наверное, это самое главное, что может быть сегодня, потому что бойцы, а при мне, смотря эти рисунки и читая эти письма, плакали. Действительно, работы юных жителей Луганской народной республики вызывают немало эмоций, а их тематика для многих стала неожиданностью. Выставки уже проходили в Москве, в нескольких местах, на Арбате, в Доме национальностей. И очень большой резонанс, потому что многие ожидали от луганских рисунков увидеть, наверное, бомбежку, войну, а дети рисуют мир, космос, дом, родные, мирные города. Да, вот, несмотря ни на что, это особенно подкупает. Работы победителей конкурса из Ленинского городского округа пока еще в пути, но как только они прибудут, их смогут увидеть и жители Луганщины, и бойцы, участвующие в СВО. Максим Козлов, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В Центральном парке города Видное прошла выставка животных из приютов «Хочу домой». Гости мероприятия могли не только найти себе четвероногого друга, но и поучаствовать в мастер-классах и благотворительном концерте, подготовленном творческими коллективами Ленинского городского округа. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. Впервые выставка животных из приютов «Хочу домой» в Центральном парке Видного прошла в конце апреля этого года. Вдохновленные успехом, тогда удалось найти новый дом девяти хвостатым, организаторы решили не останавливаться на достигнутом. Мы ожидаем, что кошек будет, наверное, штук 10, а собак в районе 20. У нас сегодня будут организованы мастер-классы для детей, будут продаваться всевозможные леденцы, подарочки, которые вы можете приобрести. Соответственно, часть пойдет на благотворительность на наших животных, часть с продаж, будет концерт благотворительный. Мы часто сотрудничаем с парками нашего округа, участвуем в качестве предпринимателей с мастер-классами, с выставкой продажи и облагораживали сегодня часть парка нежными цветочками. Проект «Хочу домой» существует с 2017 года при поддержке Общественной палаты Московской области. Он объединяет приюты и волонтеров со всего Подмосковья. Такие выставки регулярно проходят во многих городах региона. Животных мы привозим из разных городов Московской области, из разных приютов кураторских. Все животные обработаны, стерилизованы по возрасту, готовы стать домашними. Очень часто мы привозим животных, которые даже умеют выполнять какие-то трюки. Это к собачкам относится. Трехцветная молодая кошечка Ника трюков не знает, зато она ласковая, игривая и немного стеснительная. Ей повезло. В первый же свой визит на выставку пристройства она нашла новых хозяев. Мне жена, когда вчера прислала объявление об этой выставке, я сразу понял, мы отсюда без кота не вернемся. Красивая кошка, мне очень понравилось. Решили забрать. Игривая шестимесячная бомба также ищет дом. Волонтер Елена Товарова подобрала ее на улице, когда выгуливала свою собаку. Надеялась, что щенок просто потерялся, но на объявление о найденыши никто не откликнулся. Она метис хаски, и вот благодаря тому, что она метис, в ней купировалось вот это поведение гиперактивное. То есть она дома очень спокойно. Она вот на улице, да, очень такая любит поиграть, она очень любит внимание. А так она очень ласковая, она очень добрая, она не агрессивная. Несмотря на пасмурную и не слишком теплую погоду, гостей на выставку в Центральный парк пришло очень много. Десять лет назад, когда я начинала, так скажем, заниматься волонтерской деятельностью, с этим было сложнее. А сейчас и администрация идет навстречу, и парк поддерживает, и очень много людей, как вы видите, пришло. И это большой шанс для животных, бездомных найти дом. И были положительные у нас случаи, что взяли и кошечек, и собачек вот с таких именно выставок. Это очень радует. В ходе мероприятия было собрано более 30 килограммов корма для животных, а несколько усатых полосатых обрели своих хозяев. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева. Видное ТВ. На трассе в деревне Горки прошел шестой этап открытого чемпионата Ленинского городского округа гонок на выживание. В заездах первого в летнем сезоне соревнования приняли участие более 10 машин. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Шестой этап гонок на выживание открыл летний сезон заездов экстремальных соревнований в деревне Горки. Наконец-то закончилось межсезонье. Мы уже соскучились, очень соскучились после зимних гонок, соскучились по летним гонкам. Сегодня мы надеемся, что вы нам покажете просто потрясающие, потрясающие пируэты, весь свой класс, который вы умеете показывать. В заездах приняли участие 13 машин. По словам организаторов, для летних серий это хороший результат, так как период считается более дорогостоящим и непростым в подготовке. Регламент у нас уже утвержденный. Шесть кругов, один заезд, три отборочных заезда. Вот сегодня шесть попадают напрямую из трех заездов и потом утешительный заезд. Оттуда еще двоих набираем. Потом финал на убывание. Это апогей мероприятие. Два круга, последний выбывает. Два круга, последний выбывает. И там вот как раз шоу в каждом повороте, как мы и говорим. Анатолий Кириллов в автоспорте с 1996 года принимал участие во многих соревнованиях. В частности, и в первых гонках на выживание, которые проходили в Крылацком. На этой трассе мы как вот машину строим, но постоянно то мотор начинает неправильно работать, так скажем. Идеально здесь проехало только вот два этапа зимой. Сейчас уже подсохла трасса более-менее, по крайней мере, не в грязи. Это уже неплохо. Сняли верхний слой, уже есть зацеп. Поэтому, в принципе, неплохо все пока. А там видно будет. Александр Протопопов впервые участвует в гонках. Раньше выступал в другой спортивной дисциплине. За соревнованиями в горках наблюдал в роли зрителя. Теперь решил попробовать себя. В очень короткие сроки подготовили машину. По сути, вот 37 секунд назад я вообще первый раз на этой машине двигался, кроме как по гаражу. Будем пробовать и биться до конца. Едем на всю железку и никак по-другому. Настоящий спортивный праздник собрал огромное количество поклонников этого зрелищного автошоу. Многие приходили с семьями. Екатерина и Денис Новичковы приехали на гонки с трехлетним сыном Вовой. Сын у нас любитель всяких гонок по грязи и прочего. И вот мы начали искать в интернете, куда можно пойти. Я больше люблю гонки, которые кольцевые, типа Формулу-1 смотрю. И он как раз начал со мной смотреть, но больше увлекся. Трофи мы ездили недавно, пробовали сами. И вот решили еще это показать. А там вот посмотрим, что ему больше понравится. По итогам соревнований третье место занял Александр Идрисов, второе – Константин Колобков, а победу одержал Андрей Березкин. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видновский клуб «Металлург» в рамках чемпионата России по мотоболу встретился с прошлогодним бронзовым призером командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. О самых острых моментах игры расскажет Юлия Погосян. Матч между «Металлургом» и «Агрокомплексом» начался неожиданно. На первых минутах счет открыли гости встречи, забив гол молодому видновскому вратарю Даниле Усову. Это лишнее подтверждение того, что «Агрокомплекс» – серьезный противник. Последние годы твердо отстаивает звание бронзового призера кубка и чемпионата. Такие неожиданные повороты делают игру интересной для болельщиков. Я боюсь за красивый футбол. Раз в год приезжаю в Винное посмотреть, поболеть. Уже 11 лет, я так заметил. Посмотрел календарик, вот первый раз в 11 лет приехал. Хорошая традиция – пускать мотоциклистов бесплатно. Хотя мне не жалко 100 рублей за красивую игру. Тем более, вот сегодня они так рубятся. В рамках чемпионата России 2023 года для «Металлурга» это четвертый матч. С начала сезона команда играет без корифеев Владимира Сосницкого и Антона Гусева, которые покинули большой спорт. Сейчас в стартовом составе много молодежи, в том числе вратари. И их потихоньку привлекают к серьезным встречам. Данила Усов проявил себя на кубке здорово. Алексей Семенов заболел, 39 температур, он встал в ворота и очень прилично стоял. Поэтому сейчас он твердо-твердо вошел в стартовый состав команды. Это радует. С вратарями более-менее нормально. И как правило, вратари на протяжении всех лет были местные ребята. Поэтому приятно сейчас и Усов, и Дергунов. Такой же точки зрения придерживается и эксперт Мотобола, заслуженный мастер спорта России, и бывший игрок команды «Металлург», действующий тренер группы подготовки Геннадий Митц. В любом виде спорта должны играть и прогрессировать. Спорт – дело молодых. Поэтому мы свое дело выполнили в свое время. Удачно, я считаю, передали эстафетную палочку молодым ребятам. А они со своей стороны не подводят. И несмотря на разные прогнозы, они с честью выигрывают и продолжают наше дело. «Металлург» в надежных руках. Следующая игра у «Металлурга» пройдет снова на домашнем поле. 9 июня ведновчане встретятся с «Зарей» из станицы Староминской Краснодарского края. Юлия Погасьян, Кирилл Иванов, Ильга Садовская. Видны этого. И это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова